Музыка Мария Чернышева – восходящая звезда. Музыкой занимается с четырех лет и уже почти восемь эстрадным вокалом. Однако теперь, по рекомендации специалистов, решила попробовать себя в академическом. И, как оказалось, выбор весьма удачен. Мне осталось учиться этот год и следующий. Я поеду поступать в Москву, в Гнесинке. И моя мечта – это заниматься творчеством и выступать в Театре песни и пляски в Москве. Скрипачи, пианисты, флейтисты. На концерте представлены различные направления и стили. Для Станислава Корабельникова это дебют. Первое выступление на большой сцене прошло успешно. В составе трио балалайщиков он исполнял сольную партию. К выбору инструмента, говорит юный музыкант, он подошел осознанно. И самое главное – абсолютно самостоятельно. Мне больше нравится гитара. А после балалайки единственная будет гитара. И пианино. Народные инструменты. Сейчас в шести музыкальных школах города обучаются более трех тысяч человек. Но только самые талантливые могут принять участие в городском открытом концерте. Требования для подготовки к мероприятию весьма серьезные. Никаких поблажек. Ведь наша российская школа – это самая серьезная школа в мире, считается самая лучшая школа в мире, музыкальная школа – это наша. Нам не нужны никакие новшества и преобразования. Мы все базируемся на старой классической академической музыкальной школе, которую проходили все знаменитые наши композиторы и музыканты. Их знает весь мир. Вот на этой базе мы учим наших детей. И это здорово. Отчетные концерты музыкальных школ на этом не завершаются. 11 декабря свое творчество покажут воспитанники первой музыкальной школы. Концерт состоится в Центре культуры Родины. Руслан Душевский. Анапа. Регион.